доброе утро продолжаем рейс с роттердама с порта на армсберг еду я только выехал стоял девятичасовую паузу сейчас 6 18 утра еду вроде по графику приезжать это всем 0 1 навигация показывает если пробок не будет в принципе вполне может быть не такое погода у нас дождливая темно уже начинаю скучать по тому времени когда утра встаешь ярко солнышко светит зима постоянные дожди снега я не знаю так грустно грустная тема я больше люблю и это бред хотя мне кажется большинство людей любит зимой блин я не знаю так грустно любители горнолыжного отдыха любят любят как по мне так не знаю только ради этого когда снежок новый год эти вот семейные все праздники еще ладно единственное что радует Рождество ветер кайф а для езды в дальнобои это такое себе удовольствие блин на самом деле когда не знаешь где припарковаться блин паркингов и так нет а когда они еще все засыпаны снегом блин ничего не видно и думаешь как бы не провалиться где-нибудь там на работе или в яму по колено навигация предупреждает меня камере настойчиво блин вот настроение утреннее под трючком выспался нормально вполне еду я сейчас по городку Хам где я благополучно стоял на базе пауза так надо быть тут внимательным кто ездит по Германии по городам будьте бдительны потому что блин в Германии как оказалось ездить вот как сейчас я еду управляя одной рукой и держа в руках не знаю насчет камеры не знаю но если держишь смартфон это нарушение закона и за это предусмотрен штраф ха-ха-ха-ха ха-ха-ха так что надо быть внимательным смотреть по сторонам чтобы не было товарищей полицаев так что вот на этом вот повороте я как-то поворачивал и не заметил что там слева стояли полицаи а я еду себе такое блин в руках держу камеру ой не камеру телефон короче блин ну я вообще ничего там не делал я просто календарь открыл и рассчитывал когда у меня отпуск будет хотел это написать о том что мне нужно я рассчитывал дату когда взять его примерно чтоб не было и только я начал поворачивать а у меня был подлокотник опущен и я вот так вот выехал и тут меня резко начали обгонять полицаев включили мигалки блин все остановили вот за этим вот перекрестком хоть и такое тесное место блин все равно я настал блин такие вдвоем вышли такие знаешь как будто я преступник такой враг народа блин начали меня трюкать говорит ты проехал на желтый ой на красный цвет я говорю нет там был желтый ну ладно говорит хиксинг это что там светофором говорит ты в руках держал телефон пользовался телефоном потому что штраф предусмотрен за использование использование телефона а если ты его держишь в руке это уже штраф блин не показывает мне как я вот сейчас ну прямо сейчас прям как сейчас вот одной рукой выезжаю так кручу руля и говорит так нельзя ехать надо держать руль двумя руками хе-хе-хе-хе короче блин а у меня тогда такое нервное состояние было я не знаю почему но я был крайне в раздраженном состоянии и начал с ними короче ругаться я понимаю что так не стоит делать вообще в принципе с ними не стоит спорить ну у меня просто нервы были я начал спорить ну и соответственно наспорил на штраф 135 евро хотя изначально он что-то там говорил ну типа 50 и типа давай а я там все-то начал блин распрягать короче так что если вам полицаи говорят про штраф 50 евро то смело соглашайтесь и все будет окей вот потому что по этому штрафу еще потом мне пришло письмо они еще с меня собрали там 20 не помню 25 или 15 евро за то что они проводили расследование там запросы посылали все что-то я не знаю что они там делали и зачем ну и соответственно вся работа поскольку я виновник всей этой работы просто я заставил их работать то они с меня стираются это содрали всю вот эту вот сумму так что так что будьте внимательны смотрите всегда по сторонам чтобы не было полицаев потому что какая-то как говорится не наберетесь да вчера загрузка была не очень приятно заходят немного посадил ехал доехал нормально принципе этого роттердама заехал как этим порты это вечная проблема там что номер зарегистрирован автомобиля не так-то референсийный номер неправильные то еще что-то короче блядь достали постоянно и как на порт не заедут я не знаю то ли у нас логистика такая то ли блин то я не специально так делают я фиг знает и все и давай меня может быть номерами блять так это мне прислали логисты там два номера какие-то они вообще не никак не связаны с номерами регистрацины ничего общего у них нету дал совсем другие номера ладно написал своей логисте что вот надо это что номера неправильно она мне написала сейчас и сейчас я пришлю я жду как дурак под окном думаю сейчас она прошла так зараз сейчас я вышлю блин сейчас напишу прождал короче пол часа блин не хотелось идти в дождь и шел а короче блин через 40 мин я уже плюнул уже вроде дождик закончился обмену потом пойду кабине покушаю блин и как всегда вот только приходишь кабину сразу прям приходит сообщение номер она прислала мне ну ладно я уже доел пообеду не дуэта снова регистрироваться захожу он говорит мне тебя говорит номер блин неправильно конечно я прося так подумал что ты сразу не мог проверить что он в принципе он может без референциейного номера не мог проверить номер машины ну хрен знает блин это такое короче блин давай номер логистками вот я выслала номер нормально все там это все зарегистрировала мне начинает этого отнести чушь я хз как с этим бороться я так и короче она не вызвала то сейчас я говорит исправлю ну и все я короче сижу сижу втыкаю смотрю меня меня уже начали это заморила задремал потом сижу я уже после дремать все ушел начал спать уснул короче десятиму потом где-то в 1430 вспоминаю что у меня загрузка была но если смс какого написано что мне загрузка до 1430 думаю блин надо все-таки пойти туда может это кто-то уже есть а я же до этого ходил еще раз он мне присылал а там типа то что иди сходи я уже типа исправил я сходил он горит нет ну ладно блин я вот снова приспроснулся блин это в 14 стамс копейки 30 посол говорю это долгов все типа прошло эти же порту же знают что это все я приехал за этим нет они будут там мозги мне колупать с этим самым номером регистрацией и я приехал ну они начали грузитом где-то в 1440 такое вот а я там посмотрел они работают до трех часов эти мудаки начали грузить короче и бля по наскоряк бля напхали так что 50 этих палет с одной стороны ну вроде показываю с другой стороны посмотрел а там для другой стороны они себе не торчат там из-под тента эти палеты короче бред ребята веселые захерачили блин все полную машину с перегрузом в сорок это ну я даже не знал что там у меня перегруз они уже загрузили пока я там считал то а потом мне кидают я тебе говорит документы это ну как обычно в кабину кинут ну хорошо давай а и все они закинули по наскоряк даже ну там у них тех по технике безопасности я должен ну все вот как они грузят накидывать туда ремни но они грузят в такой скорости что я блять ну никак физически не смогу там ремни эти накидывать блин потому что они там вдвоем или втроем в три погрузчика фигачили мне эти палеты блин и я там точно не успею закинуть эти ремни или они меня там задавят будет как там на телевизорах все показано там как там на людей наезжают там или еще что-то ну и там техника безопасности какая-то короче да супер суперская была вот и соответственно я уже плюнул подождал пока они загрузят а потом думаю это ну начну привязывать блин ну и короче там накинул пару ремней вот так тоже и блин углом было там ползать под самая крыша потому что они по два палета ставят короче накинул так короче где было нужно посмотрю на документы а на документах блин 25 тонн на хрен блин а 25 тонн у меня это уже перегруз блин вот дурочок на хрен блин запутался на хрен в полосах вот и короче 25 тонн я логистки пишу говорю я говорю что у меня это типа нормально вот куплю целая документ типа 25 тонн ну тут она такая окей типа это блин я блин 25 тонн это нормально блин а она мне пишет типа ты говорит это все окей я едь под мою ответственность думаю ну и хрен с ним а говорим а не чё ж это ну типа блин перегруз блин коммуну евте поесть ну там еще написал ты говорит только не заправляйся max а一個 но не понимаю что 25 тонн это у меня то заправляется не заправляется это один хрен перемены в эту машину надо грузить до 24 24 с копейками вы там уже не стоит заправляться роте блин я еще смотрю там весы стоят пойдут мы заеду на весы блять а на весах короче почти на тону перед перегрузкой ну ладно блин думаю раз под ответственность так под ответственность вот и еду сейчас не дай бог конечно попасть утра потом машин здесь такой плотненький вот сейчас 637 утра машин так поприлично собралась здесь принципе всегда такое движение бывает еще и похуже так что сейчас еще так жиденько машин по-другому здесь только ночью проехать нормально все уже приехал на выгрузку слава богу без приключений легко нашел все нормально она моя фирма куда я приехал уже зарегистрировался человек на проходной квартирный охранник не снятку сказал подождать здесь 15 минут пока он там сейчас внесет мои данные несет эти документы в базу что там это понять что куда сижу жду вот такие вот дела разгружусь там дождь еще идет блин не прекращается очень люблю такую погоду когда темно сыро и надо работать надеюсь что выгружать будут с рампы но я все равно надо будет рюмни снимать так что по-любому надо будет на улице открывать цеплять ремни цеплять ремни намокнуть нужно работа требует ну если конечно меня не загонят в ангар как говорится молот в ангар все я очень сомневаюсь в этом нету таких может даже сказать вот вот посмотрим как будет ладно жду короче все уже я разгрузился сейчас уже 10.38 по местному времени вот я уже даже загрузился тут принципе недалеко от разгрузки и сразу же и загрузился разгрузка была быстрая там не знаю может минут 15-20 с каких разгружали по-быстрому короче быстро недалеко вот недалеко была загрузка здесь верл там километров не знаю 20 с чем то наверное вот и соответственно загрузился я на на мэк мюль там у нас кауфланд тоже интересное место может поснимаю там если попаду на робот еще не было у меня такого на канале поеду я по 44 можно было по 45 ехать туда но там ремонт я не знаю там может быть пробка там дорога как бы перекрыта и все может быть поеду по 44 по 44 там выходишь на семерку но единственное там плохо то что на семерку потому что семерка она такая холмистая достаточно и с моим грузом у меня полная загрузка будет очень больно ехать тяжело для моего мальчика ездить по таким дорогам вот дождик еще не прекратился блин все печально ну немного на несколько минут там может полчаса не шло ни хрена потом снова пошел короче грустно все так что еще 420 км до разгрузки немного опаздываю по фиксу у меня в 6.15 или что-то такое в 6.15 по-моему а в 6.45 выгрузка в 6.15 документы и в 6.45 выгрузка вот а у меня я сейчас проезжаю в 15.58 по навигатору то есть грубо говоря еще паузу надо будет сделать скорее всего в 45 минут то есть в 16.45 я там только туда приеду ну то есть я уже опаздываю можно сказать так вот вот ненца тут как всегда дорожные работы уже это немного достает здесь постоянные ремонты после ряда как-то вот так так пока грузился то загрузка здесь вверх нормальная мы здесь частенько грузимся то что сам не грузишь что есть время можно посидеть но там когда сейчас сейчас посидел то второе видео монтирую а 16 монтирую первое так что в таком духе выгорится что тратить время можно конечно было покушать но я решил немного на диете посидеть потому что полный холодильник уже какой-то не знаю дресс кстати все думаешь как не набирать веса а в итоге набираешь полный холодильник какая-то странная зависимость с все все допустим о шоу на л 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok